С 2013 года в рамках национального проекта «Здоровье» в России проводится всеобщая диспансеризация населения. Главными целями этого большого профилактического мероприятия являются уменьшение количества заболеваний и снижение смертности россиян. Все-таки основа нашей медицины – это не только оказание медицинской помощи во время заболевания, но, так скажем, создание условий, чтобы люди могли не заболеть. В масштабах страны диспансеризацию ежегодно проходят десятки миллионов наших сограждан. Свой вклад в эти внушительные цифры важной профилактической работы вносят участковые поликлиники каждого мегаполиса, а также городские и поселковые поликлиники небольших населенных пунктов, в том числе и зауральских. Только за прошлый год в Шадринской городской поликлинике диспансеризацию прошли почти 6 тысяч горожан. В этом году запланировано увеличить эту цифру. Восьмой год мы работаем на проведение диспансеризации профилактических осмотров. Люди стали более заботиться о своем здоровье, то есть они более ответственно относятся к своему здоровью, то есть их интересует состояние здоровья. И это не может не радовать докторов, поскольку вести профилактику заболеваний без активного участия в ней самих пациентов невозможно. А так как профилактические осмотры или диспансеризации являются не только бесплатными, но и добровольными, без желания самого человека позаботиться о своем здоровье ничего не получится. Поэтому в городской поликлинике делают все возможное, чтобы пройти диспансеризацию было просто и быстро. Мы для удобства пациентов организовали электронную запись. То есть пациент может записаться на портале поликлиника 45 на сайте госуслуг. Если у него нет, отсутствует компьютер, он может подойти у нас в регистратуру, может записаться у администратора. В холле стоит информат. То есть любыми доступными способами человек у нас выбирает день, время с 8 до 19. Мы работаем в две смены и он к нам приходит. Это у него будет первое посещение. И второе посещение у него будет тогда, когда он придет узнать все результаты своих анализов. К этому моменту в руках у фельдшера есть уже амбулаторная карта пациента с полной картиной его здоровья и выявленными факторами риска. На их основе устанавливается группа здоровья и даются врачебные рекомендации, позволяющие устранить возможные проблемы. То есть всего за два визита в поликлинику пациент проходит положенный ему бесплатный профилактический осмотр. За этот короткий срок он успевает очень много. Он проходит у нас 12 обследований. Уровня глюкозы крови, уровня холестерина крови общие, флюорография, осмотр гинекологом или акушерочкой, взятие мазка на жидкостную цитологию, либо обычную цитологию. Затем кардиограмма, измерение внутриглазного давления, измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела, расчет сердечно-сосудистого риска с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. В каком возрасте и какие скрининговые исследования необходимо пройти каждому пациенту, точно прописано в приказах Министерства здравоохранения, согласно которым и работают врачи поликлиники. То есть, например, в возрасте от 40 до 75 лет, раз в 2 года, то есть почетное количество лет, мы назначаем маммографию женщины. Скрининг на выявление злокачественного новообразования предстательной железы у мужчин. Мы назначаем раз в 5 лет, начиная с возраста 45 лет. Еще раз отметим, что перечень обследований с целью ранней диагностики заболеваний разнится из-за возраста и пола пациентов. Для исключения онкопатологии с увеличением возраста увеличивается и количество проводимых скрининговых тестов. В этом году осмотр по диспансеризации является обязательным для лиц, которые устраиваются на работу и проходят периодический медицинский осмотр. Для всех остальных диспансеризация – мероприятие бесплатное и добровольное, но, как показывает практика, очень важное, убеждены доктора. И именно профилактические осмотры позволяют выявить пациентов, попадающих в группы риска по тем или иным заболеваниям, и начать своевременную профилактику. Что касается уже существующих проблем, то чаще всего во время диспансеризации выявляются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте заболевания органов пищеварения, затем бронхолегочные и онкологические заболевания. Кому и когда пора пройти диспансеризацию, напоминают медицинские страховые компании. Все прикрепленное население, оно застраховано в той либо другой страховой компании. Каждый месяц они информируют пациента любым доступным способом. Они могут позвонить, пригласить, они могут смс-оповещение отправить, либо в письменном виде. Получив такое уведомление, не обязательно сразу спешить в поликлинику. Можно спокойно выбрать любое удобное для прохождения диспансеризации время. Если человек, например, мы запланировали его на январь, но он по каким-либо причинам не смог прийти в январе, хотя его страховая фирма информировала об этом. То есть это не значит, что он вообще не пройдет диспансеризацию. Он ее пройдет и в феврале, и в марте, и в любом другом месяце. То есть тогда, когда для него это будет возможность. Пренебрегать этой возможностью не стоит, уверены доктора. Все эти мероприятия профилактические, они направлены для увеличения продолжительности жизни, а также на выявление заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смерти человека. То есть они необходимы, они нужны.